Я рад вас всех приветствовать и сегодня мы с вами будем разбирать колясочку, не в прямом смысле слова разбирать, а изучать колясочку от компании Corella Ultima Air называется колясочка и есть у них еще просто Ultima без Air Они действительно очень похожие к колясочке, но все-таки у них достаточно много и отличий Здесь даже ткани абсолютно разные Поэтому сегодня, друзья, мы изучим с вами комплектацию 2 в 1, будем смотреть люлечку, прогулочку и изучать раму У меня сегодня будет помощник, рулетка, чтобы я вам точные цифры называл, не из каталога, а непосредственно замеряя полностью самостоятельно Начнем мы изучать сверху вниз, естественно, с люлечки, так как вы первой в любом случае начнете пользоваться И начнем, как говорится Что касается тканей, сразу хочу сказать В Ultima без Air используется другая ткань Она там чуть-чуть такая помягче Здесь же используется ткань более плотная Такая, видно, что она более толстая И как и опыт мне мой подсказывает Вот эта ткань, она более износостойкая, чем там Там она тоже хорошая Я не говорю, что это там лучше, та хуже Это просто более грубая на ощупь, та немножечко помягче Но на самом деле это ерунда Вы не будете вот так вот сравнивать что-то Они отдельно друг от друга приятные на ощупь Вот это самое главное Ткань, главное, качественные, хорошие, непродуваемые, естественно Вот Что касается козырька, друзья Здесь у нас вот такой большой козырек С дополнительным отсеком С ручкой для переноски И что очень хорошо Под этой ручкой нет отверстия Здесь просто ручка Обита эко-кожей И под ручкой нет отверстий Чтобы ребенку туда лишний раз ничего не капало В козырьке также Мы увидим с вами дополнительные секции Чтобы их открыть Ими воспользоваться Нажимаем по бокам кнопочки И до щелчка раздвигаем Как по мне, козырек очень большой Вот Также у нас есть еще одна опция Если летом Можно вот так вот Секцию дополнительную открыть Чтобы проветривать ребеночку Она с сеточкой там Так И вы видите, да Какой у нас большой козырек Я сейчас его уберу Чтобы вам было наглядно видно Есть еще здесь и накидка Которая у нас аж Вот видите, куда поднимается Там сверху до козырька Остается совсем буквально 2-3 сантиметра Ну, сантиметров 5 может быть Чтобы ребенку все-таки воздух туда попадал Я к тому, что козырек плюс накидка Ребенок закрыт там, как в танке И вот при любой погоде Ребенку будет там нормально Не будет ему задувать ничего Также есть у нас, видите, здесь смотровое окошечко В общем, с этим все хорошо Все, кстати, фиксируется на магнитиках Все прикольно Так, накидочка вот эта На ножке Что хорошо Она у нас на замочках И если вы посмотрите На вот эти вот складки Они очень хорошо Дают нам возможность складывать ее Потому что именно в этом месте Все складывается И спокойно открываем И у нас образуется большой доступ К ребенку И вы видите, какая большая здесь люлька Я сейчас специально взял для этого и рулетку Чтобы замерить люльку внутри И сказать вам точно Потому что она действительно очень широкая У нее ширина, друзья Я прям возьму и надавлю по краям Это будет чуть больше, чем заявлено Получается 37 сантиметров у нее в широком По ширине И сейчас я замерю по длине И мы получаем С вами 76 сантиметров Это по матрасику Как по мне Это очень крупная люлька И по глубине Раз уж такое дело пошло Давайте замерим 17 сантиметров до замочка Непосредственно накидки на ножки Это крупная, здоровенная люлька Сейчас уже Сейчас зима, конечно, еще продолжается Прямо сейчас будет это все очень актуально Летом будет очень просторно Но если вы еще в зиму попадете Там уж со вторым ребенком Здесь можно поместить ребенка С очень большим Хорошим таким меховым Хорошим на шкуре конверте В общем, пространство здесь просто завались Также у нас здесь Вот такой большой толстенный матрасик Вот видите, какая широченная вещь Вот И здесь есть Сейчас раз убрал, покажу Есть вот такая вот Секция Которая может Полусидячее положение Посадить ребеночка Основание у люльки Здесь пластиковое Не деревянное На самом деле это не важно, друзья Главное ровное, жесткое Деревянное оно там или нет Не важно Что еще Что еще хорошо для лета Здесь есть еще одна секция Которую можно открыть И непосредственно Ребенка класть на животик Можно, чтобы он спокойно смотрел Или же дополнительно Проветривание в жаркую погоду Поэтому Вот люлька максимально напичкана Всеми опциями Которые в принципе нужны Даже которые не нужны Здесь есть Так, давайте посмотрим на основание Есть ли тут ножки Да, есть большие Четыре ножки Можно смело ставить на землю Ничего не запачкается Все хорошо В общем, люлька Я считаю Без слабых мест Здесь в принципе Я не знаю до чего докопаться В общем, все окей Кстати, вес коляски Около 13 с копеечкой килограмм Поэтому она в принципе Адекватно весит Для такой большой внедорожной колясочки В комплекте будут идти Вот такие вот адаптеры высоты Для установки люльки Чтобы поставить прогулочный блок Они не нужны Он становится у нас без них К нему мы перейдем сейчас Блок этот реверсивный Мы можем ставить его И по ходу движения И против хода движения Все, поставили Сразу же хочу обратить внимание На вот эту вот хорошую Действительно хорошую Накидочку на ножки Которая полностью внахлёст опускается Можно даже вот так вот приподнять И ребёнка максимально спрятать Козырёк здесь с такой же опцией С дополнительной секцией Также смотровое окошечко здесь есть Но оно закрыто снизу сеткой А сверху полиэтилен Чтобы туда не капало Если вы открыто и оставите её В общем, вот так вот ребёнок там спрятан Как по мне, прекрасно Козырёк, кстати, здесь с защитой От ультрафиолета Так, давайте я уберу Накидочку на ножки Она нам сейчас не нужна Вот видите, как она глубоко Заходит на колясочку В общем, закрывает ребёночка Она очень хорошо Так, что касается У нас прогулочного блока Сейчас я сниму У нас рюкзачок Давайте его сразу покажу Перед прогулочным блоком Чтобы к нему не возвращаться Это именно как рюкзачок И, собственно, есть крепление На специальные выделенные места Для того, чтобы вы могли вешать Заглянем, что у нас здесь сейчас внутри Ну, здесь просто комплектации хорошие всегда Вы получите здесь и дождевик И москитную сетку Вам, в принципе Если это вдруг нужно будет Можно докупить просто универсальный подстаканник Кстати, в первой коляске Очень большой выбор подстаканников универсальных Поэтому в универсальных аксессуарах На сайте вы это найдёте В общем, вот такая вот прикольная Такой прикольный рюкзачок Идёт в комплекте Что касается прогулочного блока Спиночка у нас здесь регулируется С помощью Рычажочка И вы видите, можно Его отрегулировать по высоте Я про козырёк Видите? И плюс Одновременно поднимаются ремни Если вы хотите поднять Высокому ребёнку Можно это сделать Если опустить Всё это одним движением делается Что касается регулировки самой спинки Здесь вот такая вот ручка есть Я вам сейчас просто хочу опустить Лежачее положение Вы часто просите Показать Козырёк в разложенном виде И в лежачем положении Здесь выглядит это всё Именно вот таким образом Плюс накидочка И в принципе ребёнок нормально закрыт Всё, поднимаем обратно Так, что касается безопасности Ну понятно, пятиточечные ремни Мягкие накладочки на паховой зоне Всё нормально Есть вот такая перемычка Её можно естественно стегнуть Бампер эко-кожей Тоже обид Кстати, эко-кожа и на ручке На бампере очень качественные Приятные Можно откидывать И как калиточку в сторонку убрать Только для этого перемычку нужно снять Вот И удобно будет посадить ребёночка Так, здесь всё разобрались Подножечка у нас естественно регулируемая Всё нормально Есть ступенька одна, вторая Здесь всё в эко-кожи Чтобы это всё было легко почистить Чтобы это было удобнее Ухаживать за коляской Протирать Что касается ручки Давайте к ручке перейдём Ручка у нас телескопическая Регулируется в очень широком диапазоне Характеристики будут по ссылке в описании Друзья, пройдёте там, посмотрите У меня 186 см рост Мне что в самом нижнем положении она нормальная Что в самом верхнем В общем, мне все ручки нормально подходят Но вы его проецируете на себя Так, друзья Теперь давайте посмотрим на основании Что из себя представляет у нас само шасси Что собственно у нас по основанию Здесь, как и в предыдущих моделях Используется очень неплохой багажник Кстати, здесь очень большой клиренс Если я не ошибаюсь Около 20, по-моему, или 15 см Вот сейчас всплывёт здесь точная цифра Я забыл Очень хороший клиренс И вы, заезжая на бордюры Вы поребрики Вот, вы не будете цеплять Даже если вы туда что-то положите Потому что в основании Вшиты много пластин Чтобы не провисал он очень сильно И плюс он хорошо, мощно зафиксирован По куче точек Чтобы фиксация багажника была очень хорошей Доступ туда очень лёгкий Вот эта стеночка Она держится вот так на магнитиках Чтобы попасть в багажник Просто отодвигаем и кладём Всё хорошо Что касается тормоза Тормоз, друзья, он классный Рабочий Но я не очень люблю такой Когда нужно ковырнуть Всё-таки обратной стороной обуви Педальку Немножечко это корябает обувь Исходя из названия Вы уже поняли Air Это у нас когда надувные колёса Только в том случае Название это добавляют Плюс здесь действительно По кругу очень хорошая амортизация Коляска действительно Хорошо, дорого едет Мягенько, очень комфортно Это и благодаря хорошим мягким пружинам И немаловажно надувным колёсам Всё-таки надувные колёса Ещё не переплюнул никто По плавности Скажем так Дорого, хорошо едет Колясочка именно на надувных колёсах Передние колёса, друзья Они здесь, естественно, поворотные Естественно, можно их зафиксировать Само собой, разумеющееся Это такая стандартная опция Что хочу ещё сразу заметить Вы видите, что здесь Рама выведена наверх Не по оси колёс идёт А выведена наверх И у нас здесь получается Вот такое пространство Это очень хорошо Когда мы быстро идём Держимся за ручку Мы ногами не пинаем раму Это тоже очень классно Немаловажный момент, скажем так С высоким ростом Так, друзья, теперь давайте её сложим И посмотрим, что она из себя представляет В сложенном виде Чтобы её сложить Нам нужно прогулочный блок Скажем так Вот так сложить Для этого нажимаем Вот эту регулировочку спинки Поднимаем вверх подножку И вот так опускаем Дальше у нас здесь есть ручка Которую нужно на себя потянуть Точнее говоря, от коляски И нажав при этом кнопочку И поворачиваем Всё, видите, рама пошла И сейчас мы видим Большую внедорожную колясочку С очень удобной транспортировочной ручкой Которая по размеру По факту Плюс-минус Как обычная книжка-прогулка Это на самом деле Большое достижение Для таких колясок Это не единственная коляска Кто так умеет Но я считаю, это круто Когда вот такая большая Крупная внедорожная коляска Может складываться вместе с прогулочным блоком И при этом быть не такой здоровой Как по мне Вот очень круто Мне очень нравится, друзья Ставим В общем, вот такая история Собственно, всё, что хотел я вам донести Я вам донёс Как по мне Пока что вот я изучаю бренд Corella Мне на самом деле Нравятся практически все коляски Каких-то Колясок в модельном ряду Corella Что мне не понравилось Пока ещё Мне не попадались Но изучаем дальше Смотрим Следите за каналом Обзор будет Выходите дальше Вот Но Эта колясочка Мне нравится Я люблю надувные колёса Они приятнее едут Здесь хорошая комплектация У Corella Очень Хорошее качество Цена Соотношение Цена-качество Они одни из самых лучших Как по мне На рынке Естественно Есть и другие фирмы Кто хорошо тоже делает Но это вот прям Вот они молодцы Придраться сложно Стоит Адекватных денег Комплектации Хорошее Качество Хорошее Они по качеству Уже знаете С таким намёком На премиальный сегмент Ну конечно Они не до конца Дотягивают Но всё же Претендуют Поэтому Рекомендую Друзья Ссылка на колясочку На этот бренд Именно Будет в описании Там пройдёте Вы увидите Эту коляску Другие коляски Этого бренда И там уже Полазите Посмотрите Ну Вопросы остались Комментарии открыты Пишите Пообщаемся с вами А вам хочу пожелать Хороший Грамотный выбор Сделать И удачи на дорогах Пока